Меня зовут Марина Росс, я технологический предприниматель и основатель бренда нано-покрытий High Drop. Я абсолютное исключение своей семьи, у меня в семье никто никогда не занимался предпринимательством и тем более технологическим предпринимательством. У меня папа был инженером на шарикоподшипниковом заводе, мама всю жизнь проработала бюджетником в военном комиссариате и брат мой тоже, он тоже инженер и вообще увлекается музыкой. Мне взять это было просто неоткуда. Наверное, на мой характер повлияла перестройка, которая задела, конечно, каждую семью в нашей стране и очень сильно повлияла на мою семью. Мои родители в то время развелись, страна распалась, мы с мамой переехали из Москвы в маленький город на Кавказе. Мама всю жизнь работала на бюджетной работе и в какой-то момент ей просто перестали платить зарплату. Ей не платили месяц, два, полгода, год. Она была единственным кормильцем тогда нашей семьи и в какой-то момент у нас настолько не было денег, что нам пришлось по факту побираться. Когда была Пасха, мы ходили на кладбище и собирали там яйца и пасхальные кексы и этим пытались. Это было очень стыдно. Это мою детскую гордость, я была очень таким радикальным ребенком, она очень сильно задевала. Я не могла пойти попросить у соседей деньги или еду, я не могла этого делать. И до последнего мы каким-то образом пытались выживать сами. В тот момент и в тот период времени я решила для себя, очень твердо решила, что никогда в своей жизни я такого больше не допущу. Я не хочу этого испытать, я не хочу, чтобы моя семья этого испытывала, не моя мама, чтобы это больше никогда не пережила. И, наверное, это повлияло на всю мою дальнейшую судьбу. Я очень рано начала работать, совмещаясь с учебой. Не обрезгивала никакой работой. Мой первый опыт работы, один из первых опытов работы был... Я вернулась в Москву, и это было в Москве, и я рекламировала маргарин «Пышка» в костюме огромного маргарина, вот этого «Пышки» зимой на рынке. И очень успешно это делала. Меня полюбил весь рынок в то время. И я получила такой жизненный опыт, который, наверное, ни на какой работе в офисе я бы не получила за долгое время. И я очень этим гордилась. Я уже ничего не стеснялась. И на первую свою зарплату от этой работы я купила себе первую цветную «Нокию». Была очень этим горда. Тогда айфонов еще даже не изобрели. И после этого я ни дня не была без работы. Я всегда работала, я развивалась в сфере рекламы. Я уже начала набирать таких же людей, ребят, которые будут рекламировать другие бренды. Занималась подбором персонала, их обучением. К 18 годам я стала ивент-менеджером, организовывала мероприятия. К 20 годам пиар-менеджером. И в общей сложности до 22 лет я уже поработала с такими брендами, как Google, Microsoft, Megafone и так далее. Объездила много городов в России. И все было хорошо до того момента, пока не случился новый кризис. И тут все-таки эта Америка мне помогла, потому что в Америке я познакомилась с гениальным ученым из Москвы. В Москве мы с ним встретились, и он мне рассказал о своих разработках. Я зацепилась за одну, мы решили ее протестировать, мы решили начать свое дело. И это дело, которым я сейчас занимаюсь уже 5 лет. Это моя любимая компания, она действительно стала успешной. Мы получили огромное количество наград. Мы сейчас выходим на зарубежные рынки, уже продаемся во Франции, не только в России. И более того, в этот же год, буквально через месяц после того, как мы открыли и зарегистрировали наше ООО, я встретила в Москве свою судьбу, своего мужа. И поэтому, казалось бы, такое плохое решение и такая неудача моя, которая привела меня снова в Москву, снова к нулевой точке, она в итоге дала мне намного больше, дала мне то, о чем я даже не могла мечтать. Если бы я могла обратиться к себе в моменты своих сомнений, в те моменты своих нулевых точек, где я переживала и не знала, что делать, я бы сказала себе, пожалуйста, не дай остановить себя, потому что ты все можешь.